В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день апреля с погоды. С начала спецоперации на Украине у нас в республике активную деятельность ведет инициативная группа «Встанем за наших». В состав группы входят жены воинов, находящихся в зоне специальной военной операции. Сегодня в нашей студии о деятельности группы и об их ближайших планах моей соведущей Белли Джозаевой расскажет одна из активисток, начальник штаба юнармии «Станицы Сторожевая-2» Оксана Зубова. Доброе утро всем. Доброе утро, Оксана. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Вы являетесь представителем инициативной группы «Встанем за наших». Это жены воинов, которые сейчас задействованы спецоперацией на Украине. Конечно, я бы хотела узнать об основной вашей деятельности. Это ярмарки, акции. Что вы проводите? Проводим абсолютно все. И ярмарки, и акции благотворительные для наших детей и военнослужащих, которые проживают в нашем городке. Потому что дети должны понимать, что у них есть детство. Они пропитаны тоже вот этой атмосферой, которая у нас происходит там. Что мы еще проводим? Ну, работаем на обеспечение нашим ребятам. Очень сильно помогаем. Тех обеспечением конкретно. Также спецодежды, которые нужны подразделениям, которые занимаются, допустим, ремонтными работами. Ну, продукты, питание по необходимости. Но в данный момент такой необходимости уже нет. Сейчас самая большая необходимость – это именно в техобеспечении. Какая-то поддержка республикой, какими-то меценатами оказывается в вашей группе? Да, у нас большую поддержку оказывает Али Магомедович Байрамкулов. Он один из самых первых людей, который с нами познакомился, поддержал. До сих пор он нас поддерживает, помогает нам очень сильно. Людмила Капышева, Народный фронт. Ей отдельное тоже спасибо. У нас еще есть один помощник – это Чучаева Роза Убикировна, КПРФ Зеленчудского района. Мы очень им благодарны. Они нас поддерживают. Они всегда нам помогают. Сколько человек в вашей группе? У нас в группе инициативно семь человек. И все жены военнослужащих. И вот объединились, собрались и работаем. Самые ближайшие планы какие у вас? Работать дальше, больше помогать ребятам. И очень мечтаем. И надеемся, что это скоро закончится. И знаете, это будет большая наша радость, когда перестанет существовать наш телеграм-канал. Только из-за того, что у нас случится великая наша победа, и наши мальчики вернутся домой. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Конечно, я желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо вам. Спасибо и вам. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы Ногайской редакции. В 14.30 «Вести» Крачаева-Черкесия с Аллой Дзинаевой. Всем удачной рабочей недели. Хорошего дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok